всем здорово ну у нас 10 и куча уже наждака перебиваем рунт в принципе все перебито уже реально все перебито на крышу ждем козлика чтобы далее чуть подматывать и все грунт шикарно трется за ночь высох хорошо трем 500 и добил 400 мерковский тестовый изумительно вообще никаких вопросов шик блеск красота наждак не забивает с первого прохода все четко вытирается по усадке было видно где контура сели протира вот короче все пока что все нравится все в огнях двери подготовлены герметоз положен лично уже взялся на отлип можно будет красить красить будем adi двухкомпонентный акрил вот тут еще не дотер и само собой фосфатирующий и открытый металл и и и и покажу что-то путай так но мы запечатали завернулись как получается уже завернулись сейчас фосфатирующим он у нас постоянно получается тут в работе проходим металл открытый тут проходим все вообще вот эти вот реснички надо тоже обработать на реснички и фосфатирующий и один слой пятерочки кину толстослой у кого когда фосфатирующий высохнуть сейчас пока фосфатирующий у меня будет сохнуть я здесь еще помещение домой ну чисто полы смочу там с лампу сдуваю такой водичкой еще раз прохожу с липкой салфеткой и можно приступать такая работа найти на активная очень сейчас эти по времени сколько у нас по времени 1243 за час сорок мы по сути подготовили на фосфатирующий можно и красить напрямую поэтому там где места у нас не сильно жирно ответственны в плане чистоты поверхности на можно и чистоты ровности то есть если фосфатирующий у нас попала вот этот уголок это не страшно все будет жить металля тут по начистил во все стороны себе здесь от толстой кидаю потому что возможно что я даже не буду тут толстослойный грунт класть ну то есть посмотрим в процессе как там будет на реснички кинем грунт по пластику и троечку пласт обязательно чтобы не пососкакивала вот просто с грунта по пластику может позабивать будет неудобно обещал что все будет держаться но позабивает так смотрим дальше металл открытый есть есть берем и делал так и вот так и вот здесь и вот там чаще у нас тут тут уже еще не металл нужно так теперь становимся где-то там ступеньки на ступенечку вот там вот у нас металл открытый там так потолще главное не переборщить будем сука потечет ну и здесь защитить а виталька уже шелкой потом по залепляет себе теперь вход вступает троечка то которую в москве я использовал в основном на протирах но и дома так работал тут она именно прямое свое назначение исполнит это грунт по пластику конкретно тот который не только адгезию создает но еще и делает микро так напыляю первый полуслоя ади акрила внутри капота уже напылил нормально она уже даже высохла быстро сохнет краска сразу глянец не лью потому что внутри обратил внимание капелька собирается то есть такое припыл и налил это даже припыл и он растягивается в глянец сам чтобы не на потечить на этих машинах иногда даже лучше такой легкая легкая мелкая шагрин чем потеки потом точить о ключок забыл как обычный лючок забыл в общем прикольно идет нормально можно работать довольно таки бюджетный материал есть на что обратить внимание такой конкурент моби хеллу посмотрим на результат это до своими не окончательно скажу так все отдул но это даже получается прям прям огонь и прям нравится мне прямо честно скажу раньше я витальке всегда моби хеллом дул а еще бергер миксом дул ну то давно давно было так вот моби хелл так не у меня не тянулся никогда а здесь ну прям пушка самолет еще чем проблема была с моби хеллом он между глянцем и шагрине у него малой малая зона всрыв идет как бы активно мы посмотрим на собранную конечно машины может только фотки будет вечером не знаю сейчас придут прикиньте ее надо сейчас сейчас заглянем сколько время 11 телефон то есть я так по времени пол третьего почти 20 минут третьего это я уже 20 минут хожу отсюда то что пыл тут летает и две проблемы у меня появилась первая проблема это маска колот да она как бы классно ничего на гляньте на меня это просто капец то есть она реально у меня с носа я с первого слоя просто сковыривал прямо пленку красочно то есть реально маска по носу подсасывать не на может у меня лицо нестандартный какой-то но это мне не нравится дальше идем еще есть одна проблема работал я с оголы 46 00 extreme ну так вопросов пистолету никаких потому что как бы две банки почти выпулил там реально во второй банке хочу а ничего там чуть-чуть чуть-чуть густяка осталось там может быть вот так вот это не проблема как бы проблема не в том проблема знаете в чем у меня на первом слое спадут этого кольца непонятно каким образом то есть носик чистый непонятно вообще каким образом краска собралась и капнула туда сука ну благо капнула никуда-то там на ответственное место а там внутрь на пол у меня капнула и вот тут одна капля на голову но то тоже под резинкой не страшно не видно ну блин о вот тут потекнул видите первый слой шарахнул у меня тут надрыв пошел внутряночка мать ее так не суть важно во внутрях все продули козырьки по козырьку тоже потекло думал короче с первого слоя эту краску дуть толстым нельзя вы сами все видите как бы там подтек в одном месте другом совершенно месте ну так все хорошо по наружке главное что потеков нигде вообще нет по крайней мере пока что их ничего не увидел ни в каких местах в общем подведем такой пока что краткий итог на подготовку блин грязный на подготовку всего у меня ушло все тесты ну не все а даже еще осталось тестовые наждаки мерки с германии с выставки чуть-чуть 5 сотки я взял еще далее машинка нужно было ротоксов и стул грунт по пластику адгезионный грунт тройка в баллоне грунт пятерка толстослойный баллоне пригодился восьмерка фосфатирующий пригодился прям очень я почти весь баллон доработал сюда на машину дима мы его начинали тестить тут и его в принципе весь добил реально он вывозит пол баллона хотел быстро сказать кузовного герметика ушло на капот на двери кстати к бочес покажу как изнутри получился он размазано все не сказать что супер конечно нормально для полутора дней работы вполне неплохо работали мы все время с виталькой то есть виталик вот тут дрель уточил там там вытачивал я реально по плоскостям шел и сегодня с утра нам сашка помог он проемы тут позанимался обезжирил помог чуть-чуть оклеится а я по плоскостям опять таки шел шарашил в принципе сейчас краска кстати очень быстро сохнет вот это тут последний слой наливался вместе с кузовом здесь уже сухо так тут у нас все уже все вот 20 минут то меньше чем даже 20 я ходил или лякал соседний бокс а у нас уже все сухо это хорошо это значит что мы можем запускать на сухо запускать сушку можем ну как сушку пушку сушку пушку вон там пушка стоит газовая но проблема в том что вытяжка нихрена не справляется тут конечно туманчик стоит все собираем вечером лишь бы не забыть показать готовый результат хоть заснять что получилось то в конце мусора конечно когда все на место поставили просто капец прямо просто капец так не без косяков конечно там кое-где на торце пропустил дырку от шпатлевки подкапали вот тут с этими сапожками прикол получился и вторым слоем не прокрасил докрашивали уже вот так вот именно гусаком короче не без приключений за два дня конечно огонь и бампер черненький до нуля еще из того что как бы и хорошо и плохо на отлип краска высыхает быстро по факту краска высыхает долго реально часа четыре даже чуть больше но такое не дотронешься отпечаток остается рисуется не совсем камильфо на этом все всем спасибо за внимание удачи пока